Первоклашка — это уже школьник. Это не какой-то детский детсадовец, который должен хорошо кушать, играть, гулять и так далее. А у школьника совсем другие задачи. Рассказывая, что будет происходить в школе, как это всё будет выглядеть, каких правил стоит придерживаться, ребёнку будет проще понять, что от него требуется. Необходимо поставить цель. Не просто, что у тебя теперь новый этап жизни — школа. А что это значит? Рассказать ребёнку, что вы от него хотели бы добиться в этой школе. То есть вместе с ним понять, хочется ли получать знания, насколько это интересно, что он там может узнать, как ему будет легче справиться с жизненными задачами. То есть поставить какую-то цель и обязательно рассчитать правильные силы. Можно потратить силы как на марафоне, то есть вложиться на первом этапе, и буквально через месяц, когда проходит адаптация, через два, через три, ребёнок уже выдохся, у него нету сил, он заболевает, потому что он истратил всё, что у него было. Обязательно нужно, чтобы было время и на школу, и на отдых, и на выполнение домашних заданий, и, конечно же, на любимые дела и интересы. Поиграть, ребёнок ещё нуждается в этом, пообщаться с друзьями. Ещё важно, чтобы вы не транслировали свой негативный прошлый опыт. Родитель нехотя, исподволь, он даже может этого не замечать, не желать, но он своими маленькими фразочками как бы говорит, как нужно к этому ко всему относиться. Ну, к примеру, ой, опять, ну скоро у тебя школа, ой, там сложно будет. И что ребёнок запоминает? Школа равно сложно. Ой, да там неинтересно. Школа равно неинтересно. А разве это так? Не стоит требовать от ребёнка быть идеальным во всём. Опять-таки, задатки никуда не деть. И если, например, ребёнок хорошо считает, но у него не получается выводить эти крючочки, то важно поддержать, сказать, да, и у меня не с первого раза получалось, да, это сложно, но мы сейчас с тобой отдохнём и ещё раз попробуем. То есть не важно, не нужно добиваться сразу максимального результата, по чуть-чуть. Ребёнку очень важна поддержка родителей и старших. Очень важно поговорить с ребёнком, чтобы он в любой непонятной ситуации, и в хорошей, и в плохой, да вообще в любой, разговаривал с вами. Он должен понимать, что вы то лицо, которое не отругает и поставит в угол, а действительно поймёт его, где-то подскажет, как действовать, где-то, наоборот, поругает и покажет, самое главное, как действовать лучше. Если школьник уже не впервые приходит в школьный класс, то в любом случае очень важно поставить себе цель. Что я хочу от этого года? Хочу ли я учиться так же, как в прошлом году, или я хочу учиться лучше? Что для этого мне понадобится? Есть ли у меня всё необходимое? Провести такую ревизию. И после этого уже, опять-таки, рассчитать свои силы на учебный год, не вбрасывать всё сразу, не замыкаться в сентябре и уже садиться с головой в учебнике, а обязательно и учиться, и гулять, и общаться. Если ребёнок новенький в классе, то ему не нужно сразу заводить много-много знакомств. Необходимо осмотреться, то есть присмотреться, что вообще происходит, какая вокруг обстановка, какие ребята есть в классе, есть ли у него ребята, схожие по его интересам. А для этого нужно начинать потихонечку общаться, то есть стараться, чтобы ты был кому-то интересен. То есть если к тебе подходят, то стараться немножечко приоткрываться, говорить о себе хоть что-то, и не закрываться от этих контактов. Если вдруг тебя начинают обижать, такое тоже бывает, то стараться не давать себя в обиду. И здесь родители могут помочь своему ребёнку понять, кто свой, то есть с кем можно продолжать общение, а кто чужой. Некоторые дети не понимают, что когда их бьют, когда их задирают, что это с ними не играют, а это уже что-то большее и плохое. Родителям, как психолог, могу порекомендовать не волноваться и не стараться проживать этот период за ребёнка. Многие родители начинают думать, что а как же ребёнок там будет, а что с ним произойдёт, а почему я же не окажусь рядом. Ничего страшного. Школа и придумана именно в 7 лет, именно потому что ребёнок уже к этому готов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова